Открой Открой мне, Господи, глаза мои Добрый день, уважаемые зрители телеканала «Союз». Сегодня мы продолжаем наш разговор с Юрием Трофимовичем Лисицей, заведующей кафедрой религиоведни Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, доктором физико-математических наук, профессором, составителем и комментатором 30-тонного собрания сочинений Ивана Александровича Ильина. Добрый день, Юрий Трофимович. Добрый день. Я бы хотел продолжать цитировать Ивана Ильина, а вы бы давали свои трактовки и взгляды на эти слова. Мне очень запала тоже в душу такая фраза «Обычно демократию, как правление людей, излюбленных и выбранных народом, и аристократию, как правление людей, наследственно привилегированных, противопоставляют друг другу. Это есть ошибка, которую надо понять и отвергнуть. Править государством должны лучшие люди страны, а народ нередко выбирает не лучших, а угодных ему льстецов и волнующих его бессовестных демагогов». Согласны вы с этим? Насколько это актуально звучит для современных? Не только актуально, а вчера, но я к этому скажу чуть позже, ну или совершенно прав. Вот есть как бы изначально три формы правления. Монархическое, когда правит один человек, это по Аристотелю. Значит, когда немного правят, это аристократическое правление. И когда правят много, это политея. Политея, от слова много. Есть их извращенные формы. Монархия – это тирания. Аристократия – это олигархия. Это правление немногих, но плохих. Одного, но плохого. И демократия – всех, но плохих. Которая еще называлась охлократией. Но сохранился термин, пусть политея соответствует сейчас демократии. Устройство государства – республиканское, что означает общее дело, действительно участвуют все, а не небольшая такая кучка людей. И одна из процедур демократии – это выборы. Называлось четырехвостка. Тайные, прямые, равные и всеобщие выборы. За что боролись в свое время в 1917 году. И Лин агитировал до потери голоса. Но понял, что очень важную вещь, которую он писал, что очень многие люди, если не большинство, некомпетенты в вопросах государственного строительства. Уж не говоря о других вопросах. Поэтому подходить к выборам формально нельзя. Что значит прямые? Вот в Америке многоступенчатые, все их критиковали. Но последние выборы Трампа показали, что это не уж такая плохая система. Почему? Потому что она учитывала те штаты, которые малонаселенные, и которые при прямых выборах бы вообще бы не учитывались, а победили бы два штата – Нью-Йорк там и еще какой-нибудь штат. И произошло то, что произошло. Это некий шок, что ни деньги, ни административный ресурс, ничего, ни склонность всей идеологии не сработали. Вы понимаете? Вдруг заговорил очень простой народ, тех, которых называют народ без высшего образования, белый народ без высшего образования, которые, скрыв свои симпатии к Трампу, проголосовали так. Поэтому любые выборы, Ильин говорил, и наши, они и непредсказуемые, они не могут достичь тех целей, которые они достичь. Вот выборы в Академию наук. Путин действительно разогнал, потому что 14 человек, его людей, его сатрапов, которые должны заниматься государственными делами, стали академиками. Он задал вопрос, что они крупные такие ученые, но если крупные, пусть они идут. Ильин даже создал свою такую систему перебора. То есть мы должны отбирать лучших людей, мы должны выдвигать, как Платон говорит, палками заставлять лучших править нами. А Академик Пусич, которого я цитировал, Владимир Хорватский, он говорит, что в мире, к сожалению, работает отрицательная селекция. Выдвигаются худшие, потому что они надежнее для верхушки, они до поры до времени эту верхушку не снимают, верхушка не заинтересована в настоящем развитии государства, а только сохранении своей власти. И это Ильин предвидел. Ильин различал такие понятия, как социальность и социализм. Вместе с тем, в нашей Конституции прописано, что Россия – это социальное государство. Вот согласился ли бы Ильин с понятием социального государства применительно к современной России? Я думаю, не согласился бы. Не согласился бы. Очень простой пример. Ильин употреблял такое слово «симуляция». Очень многие политики симулируют патриотизм, лояльность. Почему у нас все правители либо умирали сами, либо их кто-то убирал. Какое правосознание, когда недавно умер Фидель Кастро, и по радио, по телевидению все говорят, вы знаете, вот эта выдающаяся историческая личность, он свободу создал такую. Вот только последние восемь лет он болел и передал власть своему брату. Вы вдумайтесь слова, что вы говорите. Это какая же легитимность, чтобы можно было в какой-нибудь стране, это только в Северной Корее, вот Ким и правят, понимаете, о какой легитимности может быть эти власти? Как это может импонировать, когда миллион кубинцев в Америке радовались смерти? Это тоже ненормальное явление, но это вот просто такое явление из-за того, что страна была повержена в какую-то систему для одного человека. Никто не знает истории той же Кубы, когда Фидель Кастро убрал своих, включая Че Гевару, соратников, чтобы захватить власть. Вот я начал, но забыл сказать, что в 99-м году я писал статью, которая потом называлась «Захват личной власти в государственных, церковных и хозяйственных областях». И мне так и не дали нигде опубликовать эту работу. Почему? Потому что именно раньше была, Автарханов писал про Сталина и Ленина, технология власти. Сейчас это все устарело. Сейчас искусство захвата личной власти. Причем почти во всех странах. Вы посмотрите, что происходит. Вначале обещают, что будут несколько сроков, а потом сроки продлеваются, как в Беларуси, так и везде. В среднеазиатские страны, всякие другие страны продлеваются. и это не может не вызывать, но это положение ненормальное. Даже Асад, которого сейчас Путин защищает, и мы защищаем, но кто знает историю, Асад, захватив власть в Сирии, отец, должен был своего старшего сына назначить, но старший сын погиб в катастрофе. И вызвали просто врача, который не собирался править, и заставили руководить страной. Вот что получается, когда отсутствуют базовые понятия права, вот этой справедливости. А мы говорим, я помню ваш вопрос, о социальном государстве. Вы заметили, что почти в каждой речи наши правители, премьер-министр, президент, говорят, что мы все социальные наши обязательства выполняем. Но недавно произошла девальвация чуть ли не на 50% доходов. Спрашивается, что стоят эти социальные обязательства, которые были в предыдущие, когда повышались пенсии настолько-настолько-то, когда в одночасье они все пропали. Помните, была, все говорили, храните деньги в рублях, потому что это подушка, мы уже там обеспечили. В 2017 году эта подушка безопасности закончится. Встанет вопрос опять чрезвычайный, где нужно будет даже не права. Ведь что такое правовое государство? Это нормальное государство, когда нет вот, а когда государство приучили жить только на займах, причем в банках иностранных, когда мы не можем инвестировать почему-то рублей, вот экономисты говорят, когда люди живут, у нас и богатые люди, но не вкладывают в свою страну и не поднимают это, когда Фордов нет, понимаете, нет таких капиталистов, которые бы создав нечто такое, как Левин, строительство, малое строительство в Америке, который потом разорился, все потерял, но он был горш, что он создал такие дешевые дома с инфраструктурой. Поэтому, вот еще раз говорю, у нас большие проблемы, что-то решается, что-то у Ирина заимствуется, но вот отбор лучших не заимствуется. Понятие социализма еще, Миронов в частности говорит, социализм понятие очень плохое и на Западе социал-демократы, и в Советском Союзе. А вот социальные вопросы это совершенно другое, это не изм, а это вот это некая общественная справедливость, перераспределение богатств, в определенной такой пропорции, понимаете, не наглого сосредоточение капитала в одних руках, который не знает, как этим воспользоваться. Правители ведут себя очень странно. Они думают, что богатство, деньги, власть может быть в окружении бедности. Это неправда совершенно. Мы все видели, я назвал это синдромом Чаушеску. Чаушеску выплатил все долги, лично обогатился и был расстрелян как собака. То же самое в Конго происходило, то же самое происходит в разных африканских странах. Это вот неверное, то, что называется правление одного, но неверное, тираническое, понимаете, правление одного. А Ильин говорил о лучших людях, но не по крови, а по качеству их, понимаете, по качеству. То есть мы должны отбирать лучших, а у нас этого отбора и даже желания нет никакого. У нас будет серьезная дилемма, как отмечать события столетней давности. Я приведу слова Ильина, который писал, сколько прав был один из составителей избирательного закона в учредительное собрание, говоривший через три года, в двадцатом году, с горем ужасом. О чем мы тогда думали, что мы делали? Ведь это был просто психоз, мы стремились превзойти в демократичности все известные конституции, погубили все. Как Ильин отвечал на вопрос, кто виноват в трагедии семнадцатого года? Знаете, он ответил на интеллигенции виноваты. Интеллигенции это тоже определенный орден людей, образованных людей, но одновременно они стали еще вольнодумцами и безответственными людьми, неукорененными. Вот учение Ильина о родине, и он говорит, что человек должен не просто родиться где-то в каком-то месте, он еще должен обрести эту родину, он должен с ней слиться, сжиться с ней, болеть за нее, но знать и ранг этого. Я тоже приводил пример, у нас есть такой крен великодержавности, понимаете, мы хвалим Советский Союз, невзирая на все преступления и сталинские, и большевистские преступления, за то, что мы там Гагарина запустили в космос и победили во Второй мировой войне. Все это замечательно, но получается, что мы любим страну только великую, но любовь-то может быть и к стране своей родной, которая и невеликая. Так вот, оказывается, что нам подавать только величие, чтобы нас все там боялись, чтобы у нас была армия такая победоносная, все это неверный патриотизм, который и сейчас не понят в произведении Хилина абсолютно, потому что патриотизм это на самом деле и смысл человеческой жизни. Вот если люди едут в какую-то чужую страну, они даже не понимают, как они могут влиться в историю, в чувства совершенно других народов. Вот недавно я слышал выражение двух таких человек. Гонопольский такой есть у нас известный такой, он говорил, что это не важно, что Украину не пускают в Евросоюз. И Россия у порога этого Евросоюза станет. Почему? Потому что на Западе можно посидеть в кафешке, там большие зарплаты, там люди живут на 10 лет дольше. Я написал такой пост, вы знаете, если ценой этого счастья я превращусь в Клинтон, которая сказала, что Трамп есть агент Путина и Ильина, то мне не нужен такой рай. А американец некий, который тут все время на телевидении, Майкл, Толстый такой, сказал, что победа Трампа это катастрофа для Америки. Почему? Потому что Америка это рай на земле. А знаете почему рай? Потому что у каждого человека там две машины. я не знаю, я с одной не могу машиной своей справиться. Какие нам навязывают неверные представления о хорошести? Ильин, вы знаете, не знает, но он благодарил Бога, который дал ему опыт бедности. Вот может человек, это не то, что призыв к прощению. На самом деле Ильин прав, что человеку не так много нужно. Это особенно на старости люди понимают. Уж очень много у них собирается ненужного имущества и всякого другого. Поэтому жить со своей родиной, великая она или невеликая, и любить ее, это очень важно. Как вы считаете, согласился ли бы Ильин с утверждением Владимира Путина о том, что развал СССР был геополитической катастрофой? Нет, не согласился бы никогда. Тем более, что он знал, что это будет катастрофа. Я математике могу вам сказать, что если математик или в какой-то теореме, теории допускается ошибка, то из ошибки можно вывести только ошибку. Вы никогда не придете к истине. Истина как раз и исключает ошибку. Вот только тогда она единственная, тогда она вот в математике и антологии заключается в том, что существует только то, что безошибочно. Безошибочно. Поэтому вот то, что Ильин говорил, симулировать любовь к советскому строю, хотя все отлично знают, что вот сейчас так уважают и любят нашу церковь и правители, но как беспощадно тот же Ленин, который не убирает с мавзолея, просто призывал воспользоваться моментом и перерезать всех попов. Мао Цзэду, например, говорит, когда я вижу храм, мне хочется тут же его разрушить. Это все социалистические такие идеи богоборческие. И представлять это, что это наша история, вот последняя цитата Путина меня очень удивила. Он хорошего философа Лосева, но Лосева сломали советские. Его же посадили за диалектику мифа в тюрьму, и над ними издевались и писатели, и все такие, и что он до последнего, даже будучи тайным монахом, все время из-за страха цитировал, говорит, ну мы мои марксисты. Он все диалектику пытался, он пытался как бы прикрыть свои научные исследования античности вот тем, чтобы его просто не уничтожила вот эта машина. А в этой цитате, которая тоже относится к тем же, Путин подал, что мы эту катастрофу, все равно это наша, мол, катастрофа, мы должны ее любить. Я вам подчеркивал, что любят избирательно. Даже очень выдающихся людей даже не вспоминают, вы понимаете? Вот диктатор Лукашенко, как я ее называю, знаете, что он недавно сказал, что он бы квадрат Малевича нарисовал бы за ночь. Он не понимает, что наш художник нарисовал этот квадрат по наитию сверху. Он вначале готовил декорации в театре, и вдруг ему пришло вот это знаменитое философское «Унгрут», ничто, из которого Бог создал тварное. он не на белом фоне, как все думают, а на фоне телесного цвета нарисовал несимметричный квадрат, потому что только стороны там не равны, создав несколько слоев многослойных, как, например, Рублев рисовал икону Троицы, так вот эти черные квадраты. И когда он хотел повторить, он не смог повторить второй экземпляр. А идея красного квадрата вообще оказалась очень слабой. И вот я думаю, что когда люди некомпетентные, когда они лезут, вот я думаю, что Лукашенко так Белоруссию нарисовал за год, как он бы нарисовал бы квадрат Малевича. Понимаете, человек не понимает и все, между прочим, Михалков тоже самое говорил, наш художник, что это, а это великое произведение, великое произведение, потому что она коснулась богословско-философских проблем, вот этого укона греческого, не меона гегеревского, ничто, которое может чем-то снать, зерно, которое еще ничто, но их которого вырастет, а абсолютного ничто, из которого Господь сотворил все тварное. В завершении нашей программы я позволю себе последнюю цитату, если можно коротко ее прокомментируйте, сущность тоталитаризма состоит не столько в особой форме государственного устройства, демократической, республиканской или авторитарной, сколько в объеме управления, этот объем становится всеохватывающим. Правильно ли я понимаю, что с точки зрения Ильина возможен и демократический тоталитаризм? Совершенно правильно понимаете, и мы его видим. Мы видим и даже не можем ощутить, что Россия сейчас самая свободная страна на свете. Тоталитаризм он в советское время пытался довести до последних, чтобы не было даже личных библиотек. Вы представляете? Чтобы каждый петух был государственный. И они от этого отказались, потому что увидели сумасбродность этой идеи. Ильин пишет, что мы в свою библиотеку в нашу душу вкладываем, а у нас хотят это отобрать. Сейчас на Западе демократический такой тоталитаризм. Я просто могу сказать, что не на этих выборах, но на предыдущих один мой знакомый профессор мне рассказывал, он голосует за демократическую партию, а его отец и мать за консервативную. Так во время выбора они привязывали в подвале отца и мать, чтобы они не отдали свои консервативную партию. Вот такое. Теперь, если на Западе вы не просто выскажете гомофобию такую, а посмотрите на человека этой сексуальной меньшинствы не так приветливо, то вы потеряете работу. Вы можете представить, до каких пор человек скован, причем нашлось механизм этого. это хорошее положение и высокая зарплата. Если ты не будешь этому следовать, ты это все потеряешь. Один израильтянин, который высказался что-то о палестинцах в Америке, потерял и свою работу, и жену работу, и дети в школу перестали ходить. Вы представляете, вот какой может быть демократический и либеральный тоталитаризм. В завершении программы, чтобы вы на что обратили внимание с точки зрения трудов и наследия Ильина, что оказалось невостребованным, то есть можно очень коротко. Вы знаете, почти все оказалось невостребованным. Один наш философ сказал, что Ильин это стратегический философ. Он сработает, и я верю в это, потому что вы знаете, вот себе говорят, какую работу лучше всего прочитать, любую работу Ильина, потому что он жил, у него предметом была Россия, не какие-то абстрактные там такие мысли. Вот для России он жил, он даже высказывался, что если его книги не нужны Богу и России, то они ему не нужны абсолютно. Но случилось так, что Господь сохранил и его книги, и его идеи, и вы знаете, что он был в Советском Союзе запрещенный, шесть лет, и я знаю, и Бородин, Леонид, писатель, сидел за хранение книги о сущности правосознания, в частности, Ильина. Он вернулся последним и стал первым. Более того, весь Запад на нас нападает из-за Ильина. Вот вы можете представить, они просто одно из преступлений Путина, что он полюбил Филосова Ильина, хотя они не знают, что Путин не так уж много знает из-за Ильина, но он действительно выбрал. Путин сейчас имеет преимущество, логически мыслит, в отличие от иррационального Запада. Вот один английский Ленис сказал, есть две ошибки Путина. Он разговаривает с Америкой и Западом на языке здравого смысла, логики, А у них работает иррационализм. Им нужно напугать свой народ любым способом. Есть у Хусейна химическое оружие, нет, главное, военно-промышленный комплекс будет работать, когда все будут бояться. Бояться Россию, все будет хорошо в Америке, вы понимаете? И переубеждать их вот этом, это большая проблема сейчас, большая проблема. Трамп непонятно, как себя поведет, но то, что он не позволял себе таких обрыдлых слов, как Клинтон, по отношению к нашему президенту, к нашей России, вызвало некие симпатии не только у меня, а у очень многих людей. И когда нас все убедили тоталитарно, что Клинтон победит с большим отрывом, и мы в последний час узнаем, что побеждает Трамп, то вот как и с Крымом, я могу сказать, что это вмешательство нечеловеческих сил, понимаете, потому что такого не должно было быть, потому что все было, да просто денег было в два раза больше потрачено Клинтон, чем Трампом. Спасибо огромное за беседу. Спасибо вам. И пусть весь мир ликует и поет, разбуженный пасхальным перезвоном, и слезы вдруг, как ручейки по склону и тает в сердце многолетний лед, так пусть весь мир ликует и поет. ликует... 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 ликует...